Добрый день, коллеги! Добрый день, Елена Викторовна! Рада вас видеть всех! Давайте тоже мне поставьте, пожалуйста, огонечки, если меня хорошо видно и слышно, нажми. И я увижу, что здорово всё, я вижу, что вы меня видите и слышите. И я уже готова начинать. Сегодня мы говорим о социальной компетентности, о том, как формировать навыки социальной компетентности. И я планирую в начале вебинара сделать некий обзор. То есть мы с вами должны будем понять, какие навыки в каком возрасте формируются, как этому способствовать. А во второй половине я хочу познакомить прямо с готовыми играми и мероприятиями. Я покажу несколько игр, которые рассчитаны на то, чтобы сформировать определённые навыки у детей. И покажу два готовых игровых тренинга, которые вы можете использовать. Весь материал тренингов есть в презентации. И ссылка на видеофрагменты, которые в тренингах используются, тоже в презентации есть. Если у вас есть какие-то отдельные вопросы, пожалуйста, пишите их в чат. Я за чатом наблюдаю, вижу все ваши голоса, вижу всё, что вы пишете. Поэтому буду рада ответить на вопросы. Итак, мы с вами начинаем. Что такое социальная компетентность? Начнём с этого. И для чего нам нужно это формировать? Смотрите, когда дети приходят в школу или когда мы их наблюдаем в детском саду, мы иногда встречаем такую картину. Ребёночек очень умный, он знает абсолютно всё-всё-всё, но он абсолютно не умеет общаться, не умеет знакомиться с ребятами, например, не знает, как построить разговор, как рассказать о себе, что делать, если ситуация стала вдруг конфликтной, как из этого выбираться. И в результате весь блестящий интеллект, все навыки ребёнка, они остаётся невостребованными только по одной причине, потому что его не научили общаться. Ну и разные комичные или неприятные ситуации, которые возникают с детьми, потому что они не знают, как общаться, допустим, со взрослыми, что можно, говорить, что нельзя, какой есть этикет, правила этикета, они тоже наверняка у вас есть в копилке вашего опыта, и вы про них знаете. И давайте мы с вами попробуем сейчас разбираться, как сделать, чтобы дети у нас были не только умненькими, но ещё и социально компетентными. То есть они могли с другими людьми легко и приятно взаимодействовать. Начнём мы с того, что посмотрим, через какие этапы проходит ребёнок-дошкольник, через какие этапы социального развития он идёт, и мы должны его сопровождать. Возьмём три возраста. Я сейчас не показываю точные возрастные рамки, потому что сейчас у нас такая ситуация, что в одном и том же возрасте могут дети быть с компетенцией, допустим, раннего детства, а другие игры, дети и их ровесники уже идут через период игр, и тогда вам нужно будет обращать внимание на тех и на других. Итак, возраст младенчества. Что мы должны, вернее, тут ещё должны родители. У ребёнка должны сформироваться принципы базового доверия, то есть, в принципе, он должен знать, что мир вокруг к нему относится хорошо, что он сам хороший и достойный лучшей жизни, и что всегда ему родители помогут. Когда ребёнок уже встаёт на ножки и начинает ходить и бегать по этой земле, он решает другую социальную задачу — задачу автономии, то есть как научиться быть автономным от родителей, сначала в физическом плане, то есть обходиться без родителей, самому кушать, одеваться, но и как без родителей договариваться с другими людьми, потому что здесь уже в поле зрения ребёнка появляются и его ровесники, и социальные взрослые, то есть педагоги детского сада. Ну и период игр — это уже предшкольная пора, когда успехом в социальном развитии считается инициативность, то есть способность ребёнка самому проявлять инициативу в общении и в других делах и выстраивать это общение уже абсолютно сознательно. Давайте посмотрим, какие компетенции нам нужны на том или ином этапе. Но сначала остановимся ещё вот на чём. Что такое социальная компетентность? Когда мы говорим о социальной компетентности, то подразумеваем некий комплекс знаний и умений и навыков ребёнка, которые ему помогают быть успешным в социальном общении. Сюда входит и система знаний о том, что представляет собой мир вокруг, о социальной действительности. Это система социальных умений, навыков взаимодействия. Это сценарий поведения в типичных социальных ситуациях. То есть чем больше у ребёнка готовых сценариев, тем проще ему в новой ситуации будет адаптироваться. Если посмотреть по разным направлениям, то мы выделяем оперативную социальную компетентность. Это умение оперировать знаниями о социальных институтах, о структурах представителей в обществе. То есть для ребёнка-дошкольника важно знать, что такое детский сад, школа, больница, полиция, что там происходит и как общаться с представителями разных профессий, как вести себя, допустим, в магазине, в парикмахерской, в больнице, как вести себя, например, если потерялся в торговом центре, и к кому обращаться. Вот это важные навыки, которые иногда спасают ребёнку жизни. Дальше сюда же входит представление о функционировании социальных групп, то есть как ведут себя, как общаются школьники, например, какие у них есть права и обязанности, как ведут себя и общаются дети-дошкольники, как ведут себя взрослые, что положено, вернее, что ожидается в обществе от девочек-женщин, что ожидается от мальчиков-мужчин и так далее. То есть как кто должен себя вести. Ну и общая социальная ориентация и осведомлённость. Следующее — это вербальная компетентность, потому что вся коммуникация у нас создаётся с помощью слов, то есть вербальная компетентность тоже важна. Это уместность высказываний, и хорошо, если ребёнок понимает контекст высказывания, ну и то, что лежит за словами. Но про уместность высказываний наверняка вы знаете просто тысячи детских анекдотов, когда ребёнок говорит какие-то вещи, которые должны прозвучать в семейном кругу, а он их говорит громко в троллейбусе, в автобусе, и тем самым заставляет родителей жутко краснеть и смущаться. Наверняка такие истории вы знаете. Следующее — хорошая ориентация в сфере оценок стереотипов и шаблонов. То есть как принято, что в обществе оценивается как хорошее поведение, а что оценивается как явно плохое поведение. Вот эти вот оценки, границы, они у ребёнка должны быть к школе точно. Ну и смысл употребляемых понятий, метафоричность речи, то есть это когда ребёнок понимает пословицы, поговорки, какие-то переносные выражения, и уже не попадает в неприятные ситуации, когда он вот эти выражения, устоявшиеся в обществе, принимает буквально. Ну и коммуникативная компетентность — это владение навыками и умениями, то есть как построить знакомство, как поддерживать дружеские отношения, как быть, если ты попал в новую ситуацию. И сюда же мы относим знания культурных норм и ограничений в общении, которые связаны с менталитетом той страны или той местности, в которой ребёнок живёт. Здесь и соблюдение приличий, воспитанность и всё, что связано с этикетом и народными традициями. Вот такой вот комплекс огромной работы нам предстоит. Да, и ещё и социально-психологическая компетентность, то есть это межличностное общение, когда ребёнок понимает, какие эмоции испытывает он в данный момент, какие эмоции испытывает его собеседник, как можно, исходя из этих эмоций, решать какие-то вопросы, что сделать, если поссорились, как вести себя в сложных ситуациях и так далее. Ну и ещё сюда же мы относим эго-компетентность, это когда ребёнок осознаёт себя Личностью, Личностью, у которой есть принадлежность, то есть себя как представителя определённой нации, как представителя определённого пола и гендера, групповой принадлежности. Ребёнок знает свои сильные и слабые стороны, свои ресурсы, знает, где ему нужна помощь, понимает, почему он ошибается, и ещё тоже ребёнок понимает, как отрегулировать своё поведение. Вот это тоже навык, который в подготовительной группе должен у ребёнка сложиться. То есть ребёнок 6-7 лет уже психически настолько созрел, что он может регулировать своё поведение сознательно, удерживать внимание каким-то образом, вести себя дисциплинированно. Поэтому если ребёнок приходит в первый класс или он уже во втором, в третьем классе, он этого не умеет, ему будет не очень хорошо в школе, как вы понимаете. Вот. Давайте теперь пройдёмся по возрастам. Коллеги, давайте ещё раз проверим. Если меня слышно, поставьте огоньков несколько шток. То, что вот коллега написала, что не слышно. Меня слышно? Всё, спасибо, достаточно. Значит, да, плюсики или огоньки. Спасибо большое, коллеги. Хорошо, всё, больше не надо. Я поняла, что вы меня слышите, и, видимо, локальная проблема. Итак, пройдёмся по возрастам. Младенчество. Ребёнок появляется на свет, и здесь у него появляются первые задачи социальные, коммуникационные. То есть как-то нужно с этим миром начать взаимодействовать, потому что младенец, ребёнок, он беспомощен. И для того, чтобы ему уцелеть, выжить, нужно как-то взрослым сказать о своих потребностях. И самое главное, что он должен решить за этот период, это сформировать образ телесного «я». То есть любая социальная компетентность начинается с этого — узнать, кто я, узнать границы своего тела. Ориентироваться в пространстве своего тела, то есть научиться им как-то функционировать в своём теле. Дальше следующий важный этап — это разделение внешних и внутренних впечатлений, то есть понимание того, что идёт из меня, изнутри меня, и понимание того, что вне меня. Ну и этот путь дети проходят по-разному, и как раз если вот этот период по каким-то причинам, чаще физиологическим, иногда психологическим, не проходится, тогда у ребёнка могут наблюдаться признаки аутизма. Как раз аутизм — это когда ребёнок не разделяет внешние и внутренние впечатления и не чувствует границу между собой и окружающим миром. Здесь же появляются сенсорные талоны и развивается первая сигнальная система. Так, вопрос увидела. Спасибо за вопрос, Татьяна. Компетентность — это набор знаний, вот весь набор знаний. А вот отдельное знание иногда называют компетенцией. Вот, если я ответила, поставьте плюсик. То есть компетентность — это набор компетенций. Так, наверное. Вот, это то, что касается владенчества. Каким образом это происходит? Для того, чтобы ребёнок стал социальным человеком, уже нужны следующие факторы. Это достаточно хорошая мать, это семья, игры со взрослыми и пространство дома, домашний уклад, в котором ребёнок будет узнавать первое, получать первые сведения о мире вокруг. И здесь очень важные вещи, которые нам помогают, помогают мамам, это фольклор, через который идёт построение мира. То есть через песенки, прибаутки ребёнку объясняют, как этот мир устроен. И заметьте, что всегда в песенках, потешках, пестушках есть образ ребёнка. Да, образ самого ребёнка, его хвалят, называют «ручки твои», «ножки твои», «глазки твои». И таким образом помогают ребёнку закрепить знания о себе. Точно так же разные потешки помогают ребёнку упорядочить мир, то есть понять, что зачем, что почему, какой порядок следования событий, допустим. Следующее важное, чтобы был домашний уклад, режим дня определенный. Это для детей очень важно, при том, что сейчас проповедуется полная свобода, но когда ребёнок уже становится взросленьким, ближе к году, тогда должен в его жизнь войти режим дня. Если это не сделано, тогда в любые качества ребёнка будут развиваться не очень хорошо. Важны отношения между членами семьи, на примере которых ребёнок понимает, как люди относятся друг к другу и создаёт для себя некую модель, которую потом переделать очень трудно. То есть если ребёнок видит, что члены семьи относятся друг к другу без упорщения, если в семье присутствуют крики, либо насмешки, либо что-то ещё, тогда ребёнок будет вот эту модель поведения переносить потом в детский социум. Для чего я это говорю? Для того, чтобы вы понимали, что то, что принёс трёхлетний, четырёхлетний ребёнок, сформировано в семье, и нужно ещё и работать с семьёй, чтобы получить какие-то новые навыки. Ну, совместные трапезы, какие-то традиции и много-много чего ещё. Но и самое главное — это формирование доверия. Вы же знаете, как дети любят игры, когда мама прячется, а потом находятся вот эти вот прятки. Для ребёнка очень важно, чтобы родители на какое-то время отходили, а потом находились. Когда мама теряется и находится много-много раз, тогда у ребёнка возникает ощущение, что мама всегда находится, вокруг него всегда будут люди, и он всегда будет защищён. Если это случилось, тогда этот период пройден хорошо, и ребёнок с базовым доверием, сформированным, попадает уже к вам, в группы детского сада. И в младшем дошкольном возрасте он попадает в огромный мир, где кроме мамы, папы и домашнего уюта есть ещё и сверстники, есть другие взрослые. И теперь мы будем учиться обходиться вот с этими социальными объектами. Как куклы влияют на воспитание, помогают маме? Это такой очень долгий вопрос. Если в одном предложении, то кукла является неким посредником между взрослым и ребёнком. И иногда ребёнку проще что-то сказать кукле, потом мама, понимая, что он говорит кукле, уже, ну как бы, ребёнка понимает. Куклы очень важны, игры с куклами очень важны. И, может быть, когда-нибудь я расскажу об этом поподробнее, если вам нужно. Аутистов можно вылечить. Наверное, это вопрос не ко мне, потому что это и неврология, это психиатрия. Можно скомпенсировать так, чтобы ребёнку с аутизмом было хорошо жить в этом мире. Сейчас очень много для этого возможностей. И компенсировать можно, я считаю. Но это тоже отдельный разговор. Итак, социальная среда ребёнка у младшего школьного возраста. Это материальные объекты, с которыми нужно уже как-то взаимодействовать. Это взрослые, разные взрослые. Это культурная среда, в которой он оказался. И это сверстники. Видите, достаточно мир уже такой большой. Что же мы решаем? В это время у ребёнка появляется речь, и мы учим ребёнка общаться с помощью речи. Здесь у нас уже есть два потока общения. Есть общение со взрослыми, со своей семьёй, и есть поток общения с другими людьми. То есть есть как бы такое семейное общение, и есть официальное общение социальное. Появляется общение со сверстниками. Здесь же новообразование этого периода социальное — это чувство собственности, это освоение пространства вокруг дома. И если в ляльчном возрасте ребёнок освоил карту своего тела, образно выражаясь, теперь он осваивает карту пространства вокруг него. Появление социальных ориентиров, то есть что хорошо, что плохо. И ритуализация. Ритуалы в данном случае для ребёнка очень важны, потому что через какие-то ритуалы он нарабатывает модели поведения. Через ритуалы они нарабатываются очень быстро. Ну, как пример детского ритуала, если поспорили и не знают, допустим, кому начинать в игре, они… Ну, вот сейчас ребятки чаще всего играют суефа — камень-ножницы-бумага. Кто победил в этой игре, тот и начинает. Иногда используют считалки, но уже реже, чаще вот такие вот жребии. Это пример ритуала. Какие проблемы адаптации у таких детей могут быть? Это проблемы с определением границы. Моё общее — это с усвоением ролевого поведения. Допустим, я сын, и я воспитанник. И это разные роли, разное поведение. То, что можно делать сыну, допустим, не положено делать воспитаннику. Да, можно разбежаться и прыгнуть к маме на шею, пообниматься, поцеловаться. Но с педагогом в детском саду уже лучше это не проделывать, наверное. Если педагог, конечно, не разрешает таких вещей. Дальше что нужно? Освоить навык самопрезентации, то есть умение представить себя, рассказать о себе, кто я такой, какой я. Ну, и научиться правильной коммуникации не через обидки, не через истерики, через конфликты, а через слова. Ну, и тут же, поскольку уже возникают первые конфликты, нужно научиться ещё и поведению в конфликте. Как я уже сказала, речь становится самым главным инструментом общения. И здесь мы с детьми усваиваем готовые речевые формулы на все случаи жизни, умение рассказывать о себе, умение выражать свои просьбы и умение называть основные эмоции и видеть их у себя и окружающих людей. По порядочку. Вот здесь расскажу чуть-чуть поподробнее, потому что как раз социальные компетенции большинство, они усваиваются именно в этом возрасте. Смотрите, по раз я не смогу рассказать подробно, потому что там очень много нюансов. Вот, наверное, стоит всё-таки на вебинар по раз записаться, я думаю, что они есть. Вот. И там коммуникация тоже определённая, они, ну, просто долго рассказать, а время у нас с вами ограничено. Итак, личная территория. На что обратить внимание? Смотрите, для ребёнка быть существующим это значит занимать определённое место в мире. И вот для малыша с возраста, допустим, 3-4 года, 2 года, для них граница своего тела, она ещё как бы размыта, то есть она для него не такая хорошая защита. Поэтому наверняка вы встречали детей такого возраста, которые прикрываются мишками, вот, прикрываются игрушками, то есть он пришёл с игрушкой, эту игрушку у него ни за что не отберёшь, или он пришёл в какой-то рубашечке, и когда его начинают переодевать, он просто устраивает истерику, потому что этот мишка, эта игрушка для него границы собственного тела. И когда другие нарушают вот эти границы, то есть пытаются взять у него игрушку, например, чтобы совместно поиграть, или нарисовать на его рисунке, тогда у ребёнка возникает защитная реакция, и очень часто детские драки, они связаны именно с этим. Вот, поэтому обратите внимание на то, что у ребёнка даже в детском саду должна быть неприкосновенная территория и какие-то неприкосновенные вещи, которые другие дети и взрослые трогать не должны. Ну, допустим, детский шкафчик и любимая игрушка, которая в этом шкафчике живёт, и это уже для него будет хорошим подспорьем, безопасностью, защитой в этом окружающем мире. Вот, что ещё? Обратите внимание на то, что у детей младшего дошкольного возраста главный способ социального обучения — это подражание. То есть они не просто слышат то, что вы говорят, вернее, даже по-другому, они мало слышат то, что вы говорят, но зато они повторяют ваши движения. И вот здесь очень опасно, когда у вас есть неконкурентность, то есть когда сигналы с первой и второй сигнал этой системы различаются. Ну, проще говоря, вы говорите об одном, а делаете другое. Или говорите про одно настроение, а сами находитесь в другом настроении. Ну, например, например, смотрите, вы приходите с таким выражением лица и говорите «Дети, я так рада вас видеть». И тогда у детей возникает тревога, потому что они не понимают, какие сигналы считывать. Так, Татьяна вопрос увидела. То есть диагностика. Про диагностику сейчас расскажу, коли у нас этот вопрос возник. Как вы можете подиагностировать социальную компетентность? Первое и самое простое – это наблюдение за детской игрой. Если они играют в домики, в семью или как-то ещё, то вы увидите все компетенции детей прямо сразу же. Вот. Второе, что вы можете сделать, это рисуночные тесты. Например, тест рисуночный «Моя семья». Семья животных тоже хорошо подходит. Тест «Несуществующее животное» вам расскажет про эмоции детей. Есть ещё такой тест «Дерево». Он покажет на то, насколько ребёнок себя чувствует уверенным в этой коммуникации. Ну, то есть с детьми такого возраста это наблюдение, это какие-то рисуночные тесты. И, может быть, это организованное наблюдение, когда вам нужно что-то проверить, и вы организуете игру или, допустим, сказку какую-то рассказываете и просите у детей закончить эту сказку, закончить эту мысль. Вот. Это работа психолога. Смотрите, то есть диагностика социальных компетенций, конечно, это работа психолога. То, что я рассказала, это тесты выполняет психолог детского сада. Но вот упражнения, которые я сегодня покажу, их вполне способен, даже должен делать педагог на группе. Вот с помощью этих упражнений компетенции можно наращивать. Если ответила, поставьте, пожалуйста, плюсик. Итак, мы работаем с подражанием, то есть мы много очень показываем, и потом дети повторяют. И смотрите, не обязательно вам это показывать, потому что есть сейчас ещё чудесный инструмент. Это мульттренинги или мультзанятия, когда вы показываете фрагменты мультиков и потом с детьми обсуждаете, а что там происходило, а что герои сделали так или не так, что случилось и так далее. То есть насмотреться можно и через вот такие вот занятия с мультиками. В мультиках очень много, кстати, социальных ситуаций, и можно подобрать под каждую проблему, наверное. Старший дошкольный возраст, это предшкольники. И что здесь очень важно? Здесь складывается уже представление о себе. Здесь уже складываются основы самооценки на основе оценки взрослых, значимых взрослых. То есть ребёнок уже понимает, он достаточно хороший или плохой человек. То есть если он понимает, что он плохой человек, то здесь уже нужно вмешиваться срочно и выяснять, что с самооценкой. Иначе потом проблем будет больше. Уже появляется оценка результатов своей деятельности, то есть он сравнивает то, что сделал он с этим эталоном или с тем, что сделали другие дети. Мы подключаем вообще все рецепторы, которые можно. Чем больше рецепторов подключаются, тем лучше. Ещё и у нас видвигательные схемы есть. Вот эти вот все «здравствуйте», «здравствуйте», «до свидания». Нет, да, ощущения через тело эмоции, поэтому чем больше рецепторов, тем лучше. Дальше. Складывается представление о себе как представителя определённого пола, то есть я мальчик, какой я мальчик, какая я девочка. Ребёнок уже способен управлять своими эмоциями, ну и в принципе дети уже различают эмоции очень хорошо у других детей. И уже есть навыки социальной атрибуции, то есть он, ребёнок может какое-то явление для себя определить как опасное или безопасное, ну то есть бежать на красный сигнал светофора, это точно опасно. Вот. Идти по пешеходному переходу на зелёный сигнал, это безопасно. Уже выделяют свой и чужой, желательно, нежелательно, то есть есть предпочтение в общении с кем-то, они хотят дружить, а с кем-то нет. Ну и дружбы эти ещё короткие, но они уже есть, то есть дети как бы пробуют вот такую вот реальную зрелую дружбу, они вот пока в игровом варианте. Здесь много «я с тобой больше не дружу», «я с тобой не играю», и это повод рассказать детям про законы дружбы. Ну и выбирают подходящий стиль общения, то есть у них уже есть определённый стиль общения со сверстниками, такой более свободный, есть более официальный стиль общения с педагогами и такой интимно-личностный стиль общения с родителями в своей домашней обстановке. И ребёнок уже пользуется этими стилями и не путая их. То есть к педагогу уже не обращаются на «ты» и не говорят ему «привет», допустим, как к приятелю. Вот. Это то, что должно быть сформировано. Здесь же возникает такая интересная вещь, как детская субкультура, которая иногда педагогов напрягает, потому что что-то они там делают такое, а я не знаю. Но на самом деле она нужна. И у неё тоже есть свой замысел. Когда ребёнок социализируется, эта детская субкультура ему помогает в этой социализации. И здесь ребёнок понимает, что отделившись от мира мамы, папы, семьи и взрослых, он не остаётся в одиночестве, он остаётся в компании сверстников. И ребёнок нарабатывает приёмы, привычки общения, которыми пользуется именно в этой компании. Кроме того, эта субкультура даёт возможность прожить страхи, то, что мы иногда детям предложить не можем. Это так называемый детский фольклор, страшилки. Наверняка вы слышали, что дети лет 4-5-6 рассказывают вот эти страшные истории. Пугают друг друга, вызывают пиковую даму и прочее. То есть это выглядит так. Они собрались где-то кучкой, чего-то очень сильно испугали, сами себя напугали, свизгом оттуда разбежались. И дальше они уже возвращаются, и восторг написан на их лицах, потому что они были в ситуации страха, они эту ситуацию пережили, они остались живыми непредимыми и стали сильнее в этой ситуации. Это про страшилки, пусть они будут. Кстати, есть и очень интересные истории, похожие по стилю на детский фольклор, и они заходят очень хорошо. Но вот две книжечки я вам тут предлагаю, презентация к вам придёт, или вы её сами возьмёте и посмотрите на эти книжки. Это разные считалки, даже если там содержание такое не очень приличное. Это всякие зверские частушки, дразнилки, анекдоты, обзывалки, прозвища и всё. То есть там как бы вот в этой культуре ребёнок раскачивает свои нормы дозволенности и понимает, что ему можно, что нельзя. И, конечно, все эти вещи, они помогают расти очень сильно. Вот, это про детскую субкультуру. Теперь немножечко про эмоции. Сейчас отвечу только на вопрос. Когда стиль общения стёрт в подготовительной группе, у некоторых детей на что усилить внимание? То есть вам нужно показать, что стиль общения бывает разный. Может быть, найти какие-то примеры из мультиков, может быть, поиграть в какую-то игру и прямо детям на примерах показать, как нужно общаться с разными людьми и после этого уже от них требовать правильного стиля общения. Апеллируйте к той информации, которую вы дали. Вот мы видели мультик, смотрели, мы всё поговорили, давай теперь, пожалуйста, ты меня называешь ногой и на шею не бросаешься. Ну вот как-то так. Что дальше? Обращаем внимание на формирование приобретённых эмоций. То есть ребёнок рождается на свет, и у него есть некие эмоции, которые появились у него с рождения, то есть базовые эмоции. И есть эмоции, которые он приобретает, но тоже с помощью обезьянничания, то есть ни у кого, как ни у нас, он этим эмоциям не научится. Это вина, остыд, отчаяние, разочарование, обида, ревность, зависть и гордость. То есть наша задача, как взрослых, принимающих взрослых, помочь ребёнку разобраться вот с этими сложными эмоциями и их прожить. Каким образом? Ну здесь взрослый должен сделать для ребёнка то, что называется контейнирование. То есть помочь ему разместить эту эмоцию и научить, как с ней общаться. И это делается через несколько этапов. Когда ребёнок пришёл и принёс какую-то эмоцию, выразил её, ну, например, он ушёл в обиду или у него ревность, или он проявляет зависть, вы ему должны рассказать, как это называется и что с этим делать, как проживать вот эти эмоции. И если всё сделано правильно, тогда ребёнок с этими эмоциями будет справляться. Если всё сделано неправильно, тогда он либо заморозит у себя эти эмоции, а это не очень хорошо, ну, потому что человек с замороженной душой не очень хорошо функционирует, либо он будет стараться проявлять эти эмоции в других людях, и это тоже не очень хороший путь в общении. Вот. То есть когда мы работаем с эмоциями, тогда мы их не подавляем. Мы говорим детям о том, что любые эмоции, они имеют место, но самое главное — эту эмоцию для себя прочитать и что-то с ней сделать. Спасибо, Татьяна, за вопрос. Итак, зависть. Смотрите, допустим, ребёнок рисует рисунок и очень огорчён, потому что у других детей этот рисунок получился лучше. Кого-то похвалили за рисунок, а его не похвалили, и он испытывает зависть. И можно с ним поговорить таким образом, что ты сейчас испытываешь. Мне плохо, потому что похвалили, допустим, Сашу, меня не похвалили. Что тебе хочется? Я очень хочу похвалы. За что похвалили? Разбираю за что, потому что рисунок лучший. Как ты можешь добиться того, чтобы твой рисунок стал лучшим? Вот. Я могу научиться рисовать. Ты хочешь это сделать? Да, я хочу научиться рисовать, чтобы мои рисунки были лучше. Вот. То есть мы здесь зависть очень быстро переплавили в некий такой азарт, в желании достигать хороших результатов. И это уже чувство хорошее, то есть то чувство, которое будет ребёнка вести вперёд. Вот. Татьяна, если я ответила, плюсик поставьте. С ревностью разбираться сложнее, потому что очень часто в семьях случается такой вариант отношений родителей, когда к двум детям относятся по-разному. Ну, я очень часто с этим сталкиваюсь. Вот. Поэтому здесь, прежде чем разбираться с ревностью, хорошо бы посмотреть, а что у ребёнка происходит дома. И рисуночные тесты вам в помощь. То есть посмотрите, что он рисует, и уже исходя из этого рисунка, можно разбираться. Ну, и ревность — это проблема с родителями. Первое, вот у маленьких детей, то есть с родителями, которые почему-то не дают ребёнку то, что ему нужно. А второе — это про неумение самого человека себя обеспечивать всем необходимым. Вот. Речь об отношении брата и сестре. Вот. Начинайте разбираться в семейной ситуации, что там происходит, потому что иногда родители жёстко несправедливы. Вот. И давайте я сейчас пролесну просто слайды, потому что осталось немного времени, а я хочу рассказать про готовые тренинги. И когда вы возьмёте презентацию, здесь написано очень подробно про обиду, про стыд, про правильный выход из стыда, как ребёнка выводить из стыда, про детские страхи, у детей объективного сравнения нет, взрослые могут одного похвалить, другого нет, и ребёнку это будет обидно и завидно. Вот. Потому что объективное сравнение, оно появляется уже ближе к школе, а то и в школе. Но оценки взрослых дети улавливают. Вот. Про страх. Это какие, в каком возрасте страхи испытывают, и каким образом работают со страхом. Я хочу... Вот я вернулась, выбила из комнаты. Так. Если меня слышно, поставьте плюсики, огоньки, пожалуйста, поставьте, нажмите на огонёк. Всё, спасибо. Всё, вижу. Теперь я немножко практику хочу рассказать. Хорошо. Несколько прямо игровых занятий как пример того, как можно работать социальной компетентностью. То есть я примерно теорию рассказала. Несколько правил, как войти в игру, например, для ребёнка. Потому что для детей эта проблема, она вот такая серьёзная, именно практическая проблема, когда дети заходят в игру где-то посередине процесса, и их оттуда выгоняют, и потом обидно. Вот правило как. Наблюдать за игрой, определить правила, кто выигрывает, и сопоставить, возможно ли войти в эту игру, показать заинтересованность игрой, дождаться паузы в игре и попросить присоединиться, и потом присоединиться к проигрывающей команде для того, чтобы её усилить. И если игра не случилась, принять отказ без обид. Вот такие вот правила, правила детского этикета можно с детьми прямо проговаривать и обговаривать. Потому что кроме этикета общего детско-взрослого, то есть как сидеть за столом, как себя вести, у детей есть ещё вот этот особый этикет, и ребятам иногда очень сложно делать именно вот эти вещи внутри своей компании-сверстников. Поэтому вот пример того, как можно прописывать правила, можно деткам вот так вот хорошо проговорить. Также можно проговорить, что делать, если ребёнка неохотно принимают в игру. Например, он не умеет играть, или он не разобрался в правилах, или он критиковал игру, или он использовал силу взрослого для того, чтобы войти, ну, допустим, силовым решением воспитателя его приняли в игру, или он жалуется, капризничает. И также с ребятами проговаривают, будешь так себя вести, тебя в игру не возьмут. Ну, и вот мои маленькие ребята с тренинга выделили ещё одно такое правило. Если тебя не принимают в игру, создай свою собственную игру, сказал ребёнок, которому 7 лет. Вот. Следующая проблема практическая, которую мы решаем с ребятами, это как познакомиться. То есть вот сложно войти в игру, сложно познакомиться. Потому что… Да, гении, они у нас все такие, все дети гении вообще. Вот страшно, не знаешь, с чего начать, и нету как бы формулы. Смотрите. Для того, чтобы ребёнку было легко знакомиться, мы можем его обучить конкретным формулам. Например, «Привет, я Саша, а тебя как зовут? Я пришёл первый раз, ты можешь мне помочь? Хочешь, мы с тобой вместе чего-нибудь будем делать, играть моим совком, например? Или «Давай я тебе помогу, я знаю, как это делать». То есть вот с этих формул может начаться очень даже приятное знакомство. После того, как мы детей этим формулам мучим, мы можем поиграть в разные игры, в которых эти формулы будут доведены до автоматизма. А зачем это делать? Для того, чтобы ребёнок пришёл в незнакомую компанию, и у него эта формула автоматически уже всплыла. То есть он уже точно знает, что нужно делать. Например, игра «Микси-макс». Смотрите, все ребята садятся в круг, одного игрока мы отправляем за дверь и между собой договариваемся, а кто у нас будет «Микси-макс». Ребёнок заходит, который был за дверью, и начинает здороваться. «Здравствуйте, я Коля». Ему отвечают «Здравствуйте, я Петя». Ко второму подходит «Здравствуйте, я Коля». Ему отвечают «Здравствуйте, я Маша». Он доходит до ребёнка, который «Микси-макс», и ребёнок говорит «Здравствуйте, я Микси-макс». И тут ребята меняются местами, а ведущий должен занять пустое место. Ну, то есть здесь каждый ребёнок формулу знакомства повторит много-много раз, и она у него доведётся до автоматизма. Вот, таких игрушек тоже много. Ещё одно игровое упражнение на тему знакомства. Оно называется «Болтуны». Здесь нужно рассказать о себе как можно больше в одном предложении, но не переводя духа. Например, «Меня зовут Коля, и мне 6 лет, я очень люблю мороженое, но хорошо, что мы не купили мороженое, потому что мы с папой вчера ходили на футбольный матч, а там с мороженым не пропускали», и так далее. И ребёнок говорит, говорит, и говорит, и здесь он как бы учится не стесняться, не смущаться, и ещё и говорить о себе очень спокойно. Ну, и как помочь ребёнку знакомиться и находить друзей? Это уже, допустим, те советы, которые мы даём родителям. Мы создаём ситуации общения, учим формулам знакомства этикету, проявляем тактичность, не вмешиваемся в детские игры и даём возможность своим детям понаблюдать, как знакомятся другие дети и взрослые. Ну, в том числе и в мультиках можно. Ну, и поддерживаем уверенность в себе в любом случае. Если даже с тобой не познакомились, то познакомится кто-то другой. Если тебя не взяли в игру, возьмут тебя в другую игру. Вот, это пример бесед. Ещё несколько игр на самые главные злободневные темы. Формирование здоровой самооценки. Если вы видите, что у деток самооценка плавает, она низкая или заниженная, тогда вы можете поиграть вот в эту игру, которая называется «Мне в тебе нравится». Дети объединяются в группы и передавая друг другу клубочек шерсти, они говорят каждому ребёнку. «Мне в тебе нравится, допустим, что ты добрый». «А в тебе мне нравится, что ты вот такой вот хороший». И так далее. И ребёнок получает свою порцию похвалюшек, и после этого самооценка поднимается. Следующая игра «Хвастолки». Она ребятам даётся с трудом, и вот чем ниже самооценка, тем труднее для ребёнка эта игра. Но это как раз хороший способ тоже поднять самооценку. Дети садятся в круг, и дети должны нарисовать три своих поступка или три своих достижения, самых лучших, которым они гордятся. Потом дети это рассказывают, а ведущая и вся группа говорят, «Мы очень рады за тебя». И ещё одна игрушка на тему самооценки – это копилка хороших поступков. В конце каждой недели вы можете спрашивать детей, какие хорошие поступки они сделали за эту неделю и чем они гордятся. Если самооценка завышена, если вот там явная такая корона на голове огромная, это говорит о том, что на самом деле истинная самооценка ребёнка очень низка. И для того, чтобы это никто не увидел, он надевает вот эту корону. То есть здесь нужно истинную самооценку выращивать. Истинная самооценка – та, которая основывается на представлениях о себе, как о хорошем человеке, на своих делах, на своих поступках, на своих умениях. Вот. Если ответила, плюсик ставьте. Следующее упражнение на развитие эмоционального интеллекта, эмоциональной чувствительности. Несколько упражнений. Нам нужен набор карточек, которые изображают эмоции. Это может быть любой набор карточек, либо это есть такой хороший набор метафорических карт, который называется «Монстрики чувств». Он есть в открытом доступе в сети интернет, поэтому вы его можете там найти. Как можно поиграть? Например, «Назови эмоцию». И ребята по очереди называют слова, которыми определяют эмоции. Сначала они их могут назвать только 5-7 штук, и потом постепенно с вашей помощью вот этот эмоциональный словарь начинает расширяться. Отгадай, что я почувствовал. Вы рассказываете какую-то ситуацию ребёнку и спрашиваете, а что я почувствовал. Например, я сегодня шёл по улице, был дождь, и я очень сильно промок, а зонтика у меня не было. Отгадай, что я почувствовал. Ну и так далее. Страна чувств упражнения – это когда дети рисуют портреты эмоций и про них рассказывают. Но и более сложный вид работы – это когда дети по фотографиям реальных людей рассказывают, какую эмоцию они прочитали вот на этом снимке. Следующая партия упражнений, которые вы можете использовать – это упражнения на развитие коммуникативных способностей, то есть упражнения на развитие умения общаться. И здесь важный такой момент, который я хочу сказать. Первое, что нужно наработать – это умение коммуницировать телесно, то есть чтобы дети друг друга чувствовали на уровне тел. Ну вот, например, клеевой ручеёк. Дети встают друг за другом, держатся за плечи впереди стоящего, и в таком виде они должны преодолеть самые разные препятствия. Ну и в результате вот этого чувства локтя, так называемое, оно формируется. Из той же серии упражнений «Слепец и поводырь» один ребёнок с открытыми глазами, второй с закрытыми. И тот, у кого глазки открыты, он ведёт ребёнка, который ничего не видит, и должен его очень бережно проводить, чтобы тот не споткнулся о какие-то препятствия. Ну и вежливые слова – это просто наработка навыков коммуникации, то есть какие слова и где нужно использовать. Смешно, но некоторые дети даже в первом, во втором, в третьем классе путают слова, которые нужны в разных ситуациях. В ситуации, допустим, когда нужно поздороваться, попросить о помощи, извиниться, и они этих слов не знают, не всегда знают. Но это личное наблюдение в моих тренинговых группах. И под конец хочу рассказать, вернее, показать два готовых занятия на такие тоже очень важные темы, для того, чтобы вы могли и взять эти занятия и провести их спокойно абсолютно, и для того, чтобы по образу и подобию вы могли сделать свои какие-то занятия и тоже их провести. Если родители баловали ребёнка, считают, что у них ребёнок мундеркин, то нужно объяснить родителям, что если ребёнок не научится общаться, ему будет не очень хорошо в группе. Вот, если так очень кратко. Итак, тренинг активного общения. Мы создаём игровую ситуацию. Например, два участника по очереди должны запомнить и воспроизвести некий текст. Но один участник только слушает, а второй может задавать вопросы, задавать вопросы, уточнять и так далее. Потом группа сравнивает результаты участников, то есть кто больше запомнил из этого текста. И ребята говорят о том, что оказывается, задавать вопросы, уточнять, ну и вообще быть включённым в разговор, это очень полезно, потому что ты улавливаешь много информации. И мы даём детям представление о том, что есть пассивное слушание. Это когда мы практически не слушаем, откиваем головой, говорим «у-гу» и не вмешиваемся в речь. А есть активное слушание, когда мы максимально включаемся в разговор. После того, как мы это проговариваем, мы даём такую вот очень интересную практику. Мы смотрим фрагменты из мультфильмов и определяем, какое поведение героев помогло им установить контакт, а какое поведение не помогло, а наоборот помешало установлению контакта. Ссылочки действительные из презентации, и они ведут прямо на фрагменты мультфильмов. Первый из мультфильма «Рапунцель», второй из мультфильма «Буратино». И осталось нам только обсудить потом с ребятами, почему общение было успешным или нет, и мы вводим приёмы активного слушания. Кстати, 6-7-летки вполне с этими словами справляются. Ну и потом уже пробуем активное слушание в парах и выясняем, кто у нас лучший собеседник. Вот здесь приёмы активного слушания приведены, ну и упражнения интервью со звездой. То есть мы разделились на пары, и за короткое время нужно узнать как можно больше о ребёнке. Что мы наработали в этом небольшом игровом тренинге? Представление о том, как хорошо, когда тебя слушают, представление о том, что всем людям нравится активное слушание, когда их слушают, и у ребят сложились компетенции, то есть практические навыки того, как договариваться, как разговаривать с человеком. Ну и в активном слушании дети узнают про увлечение друг друга, а это мостик в дружбе. Ну и второй тренинг, который я хочу рассказать, это тренинг общения в конфликте. Детские конфликты — это всегда что-то про дефицит ресурсов, то есть не поделили либо игрушку, либо мнение, либо сверстника, либо воспитателя. И очень часто мы не видим истинных причин конфликта, поэтому с ними нужно разбираться. Ну и ещё вот такую важную мысль, я её сейчас только намечу, что компромисс — это не самое лучшее решение конфликта, всегда есть какая-то точка во времени и пространстве, где интересы всех могут быть соблюдены. И точно так же мы говорим детям правила поведения в конфликте, и, например, мы можем провести вот такой вот тренинг, который называется «Мостик». Вы, конечно же, знаете этот рассказ про двух козочек, которые встретились на мостике и подались до тех пор, пока не свалились обе с этого моста. Вот с этого мы и начнём, но после разминки, потому что для того, чтобы дети вошли в эти сложные темы, их обязательно нужно подготовить, и они должны быть готовы к взаимодействию. Поэтому разминка, например, упражнение созвездия. Мы говорим ребятам, встаньте, пожалуйста, под двоем, встаньте по трое, встаньте по пять человек, и ребята очень быстро перестраиваются, ну и настраиваются на такую хорошую совместную работу. Потом мы читаем вот тот самый рассказ про козочек и спрашиваем ребят, а можно ли назвать этот случай конфликтом? И как бы вы поступили на месте козочек? А теперь давайте посмотрим, говорим мы детям, как мы ещё можем вести себя в конфликте. И показываем фрагменты для дошкольников и младших школьников «Мультик мост». Он есть в интернете, вы его найдёте. В поисковике. Для подростков можно показать яролаж номер 106 «Битва». Он, в принципе, понятен и для малышей, но там есть ограничения 12+, потому что там герой курит в кадре. Я понимаю, что из-за этого. Сразу же обращаю внимание. И после этого мы с ребятами обсуждаем, что послужило предметом конфликта, какие правила поведения нарушили герои, какой выход предложили бы вы. То есть это у нас теоретическая часть. Затем идёт упражнение. Упражнение «Огненная река». И оно немножечко по смыслу похоже на то, что происходило у козочек. То есть здесь ребята выстраиваются в шеренге, и им нужно по одной тоненькой дорожке поменяться местами ребятам из двух команд и сделать это бережно так, чтобы другого человека с мостиком не спихнуть. После того, как мы немножечко взбодрились и попробовали решать конфликты на уровне тела, обсуждаем ещё раз, что помогло вам решить задачу и что было трудным в упражнении. После этого садимся в кружок и коллективно создаём правила. Правила поведения в конфликте. Для вашей помощи они в презентации есть, там чуть раньше они были. А после этого уже упражняемся. Берём коробочку, называем её «Ящик поддоры». Говорим, что в этом ящике живут все разногласия, и ребята вытаскивают оттуда записки с описанием конфликтных ситуаций и решают эти конфликтные ситуации. Таким образом нарабатывают навык общения. Ребята из подготовительной группы выдерживают такой тренинг 45-60 минут. В принципе, этого достаточно, чтобы успеть всё сказать. Ну и в конце тренинга с шерингом, мнениями, благодарность друг другу за работу, выводы. Ну и я очень советую в конце тренинга про конфликты делать какую-нибудь кучу малого, где можно было бы ещё раз коснуться друг друга, пообниматься, может быть, и таким образом закрепить какой-то телесный комфорт, телесное удовольствие от совместной работы. Ну вот такие примеры я хотела вам привести. Конечно, это самая малость из того, но я думаю, что на примере вот этих вот тренингов, этих мероприятий вы сможете создавать свои прекрасные игровые тренинги, мульттренинги, различные игровые занятия для того, чтобы наши ребята умели очень хорошо общаться. Благодарю вас за то, что вы слушали, благодарю за вашу поддержку. То, что доктор прописал, очень здорово. Используйте, пожалуйста. То есть, ну вот эти тренинги практически готовы. Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам. Ну и я на этом, на этой прекрасной ноте хочу сказать вам до свидания, до новых встреч. Желаю вам успехов. Если что, то вот координаты на этом слайде со мной можно связаться. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok